Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск программы «Главная тема». Сегодня гость студии губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы постараемся обсудить самые злободневные вопросы, которые обсуждают сегодня по всей стране и, конечно, по всей Тюменской области. Одна из самых горячих, причем, наверное, в буквальном смысле тем, это лесные пожары, которые пока до нашего региона, по стучам по дереву, не дошли. Как организована в нашей области защита лесов и сельхозугодий? Я думаю, что пожары не надо делить на лесные и нелесные. Надо более широко говорить, любые пожары. Потому что, к сожалению, 99,9 тех пожаров, которые случаются, это человеческий фактор. И сегодня пожар может быть не лесным, а завтра он станет лесным, потому что с поля перейдет в лес и так далее. И наоборот. Поэтому говорить о какой-то категории пожаров и разделять мероприятия, там, только лесная зона или, допустим, только зона, которая находится в населенном пункте, нельзя. Поэтому нужно говорить о тех мероприятиях, которые в целом проводятся для того, чтобы соблюдать меры противопожарной безопасности и для того, чтобы угроза пожаров не была ни населенным пунктом, ни лесам, ни какому-то другому имуществу. И самое главное, не дай бог, человеческим жизням. Поэтому урок Акассии, я думаю, всех многому научил. Мы каждый год с вами сталкиваемся с тем, что в период весенней приборки, как мы ее называем, на дачных участках, на наших огородах, у нас возникает всегда желание от мусора избавиться самым простым способом – его сжечь. В результате этого мы либо недооцениваем ветер, либо еще какие-то вещи, либо не обезопасили ту зону, где непосредственно осуществляется сжигание и получаем очень нехорошие последствия. Такие случаи у нас были, были в Тюмени, когда один из таких горе, скажем так, садоводов-огородников решил избавиться от кучки мусора. В результате 13 домов в этом кооперативе сгорело. Весной ситуация еще обостряется в связи с тем, что производятся так называемые сельхозпалы. То есть на сельхозугодиях сжигается стерня, которая осталась после осени, и для того, чтобы полноценно обработать эти угодья, необходимо вот такую работу проводить. Конечно, можно провести и другие мероприятия, но они более затратные и стоят гораздо других денег. Поэтому, с одной стороны, сельхозпроизводители в этом плане можно понять, потому что они выбирают наиболее простой путь, и который стоит меньших денег. Но, с другой стороны, как показывает практика, такие сельхозпалы происходят у нас, опять же, без надлежащих противопожарных мероприятий. Когда нет организованных, так называемых, минерализованных полос, когда сельхозпалы происходят в очень ветреную погоду и не происходит окарауливание. Вот если эти три мероприятия соблюдаются, то, как правило, сельхозпалы не приносят никакого ущерба. И таким образом помогают сельхозтоваропроизводителям подготовить свои сельхозугодия для того, чтобы проводить пассивные работы. Но, если эти мероприятия вот так вот полноценно не проводятся, опять же, мы видим пример Хакасии, потому что там все пошло как раз от сельхозпалов. Поэтому, сегодня на контроле как раз все эти мероприятия стоят в каждом муниципальном образовании. Образован штаб. К сожалению, наша страна – это страна штабов, потому что мы не умеем системно проводить те или иные мероприятия. И когда наступает период проведения каких-то мероприятий, нам обязательно надо создавать штабы, потому что, к сожалению, в системном формате управлять не получается. И мы знаем о том, что глава государства тоже неоднократно говорил, что есть у нас в России мероприятия, где нужно управлять в ручном режиме. Так вот, это опять же ручной режим, потому что штаб пришлось возглавить лично мне. И сегодня мы находимся на связи со всеми главами администрации, сельхозтоваропроизводителями, взяли под контроль все эти вещи. И, пользуясь случаем, вот я сегодня к телезрителям обращаюсь с большой просьбой, что будьте аккуратны в лесах, потому что сегодня хорошая погода. У нас, как всегда, традиция при такой хорошей погоде, особенно в преддверии выходных, в пятницу, субботу, воскресенье, это выезды на природу, это обязательно шлыки, это обязательно костер, без этого мы не можем находиться в лесах. И, конечно, в связи с этим возникают пожары. Поэтому я обращаюсь к нашим телезрителям, соблюдайте правила безопасности, потому что нам только кажется, что такой стихия, как огонь, мы управляем. Но если мы сделали что-то неправильно в лесу, то последствия могут быть крайне тяжелыми и даже могут повлечься в собой человеческие жертвы. Конечно же, обращаюсь к нашим любителям садов и огородов, потому что сколько бы мы ни говорили о том, что уберите мусор, запакуйте его в пакет, и этот мусор весь будет вывезен с каждого кооператива, и необходимые денежные средства в бюджете на это предусмотрены, тем не менее, все равно возникает желание навести порядок и все сжечь. Сложно просто убрать мешок и вынести это все на дорогу для того, чтобы потом этот мусор был вывезен в таком понятном для всех режиме. Поэтому вот эти вещи сегодня вызывают напряжение, я прямо буду говорить, потому что работа в средствах массовой информации, а мы делаем это системно каждый год, тем не менее, приводит к тому, что такие любители у нас все-таки находятся. Поэтому очень важно, чтобы все понимали, насколько тяжелые последствия могут наступить. Поэтому я еще раз обращаюсь к сельхозтоваропроизводителям, к людям, которые будут посещать леса, и к тем, кто будет наводить порядок на своих огородах. Будьте внимательны, бдительны и соблюдайте правила противопожарной безопасности, потому что вы не только принесете беду себе, но и ваши действия могут повлечь серьезные последствия для всех окружающих. Буквально накануне появилась информация о том, что по итогам первого квартала область, Тюменская область, сэкономила 20 миллиардов рублей. Как вы можете объяснить такой серьезный профицит? Ну она даже не так, эта информация появилась, потому что вы немножко, значит, переформатировали. Формально это действительно так, потому что профицит составил 20 миллиардов рублей. Но если не давать пояснения, то у людей могут возникнуть вопросы, о каком кризисе мы говорим. Вот, вроде бы все хорошо и даже такой огромный профицит, поэтому вроде бы у нас все прекрасно. Вопрос в том, что одним из главных антикризисных мероприятий в антикризисном плане правительства Тюменской области, это как раз, значит, было такое мероприятие, как отложить все затраты по нашей инвестиционной программе на 34 квартал. То есть в первом-втором квартале мы не собираемся в больших объемах финансировать нашу инвестиционную программу. Соответственно, действительно, мы получили налоги, но при этом не произвели те расходы, которые должны были произвести. За счет этого возник профицит. То, что касается в целом нашей доходной базы, то мы налоги собрали, собрали с небольшим уменьшением по сравнению с прошлым годом. То есть ситуация такая некатастрофичная, но опять же, это уже больше может быть для специалистов, постараюсь для наших телезрителей это объяснить. Нефтегазовые компании, которые торговали углеводородным сырьем за валюту, учитывая, что курс сильно вырос, когда в пересчете на рубли заплатили налог на прибыль, то, соответственно, этот налог получился больше. Сейчас, когда курс начал падать, идет обратный перерасчет, и они начнут изымать деньги из бюджета. Поэтому все вот теперь как бы встанет на свои места, упадут доходы, мы начнем производить расходы. Естественно, никакого профицита по итогам года мы не получим. Напротив, мы рассчитываем, что у нас будет некий дефицит, и у нас есть план мероприятий, как этот дефицит преодолеть. За два месяца, что прошли с момента нашей с вами последней встречи, произошло, на самом деле, немало событий. И сегодня смело некоторые можно объединить в один вопрос, в частности, февральский инвестиционный форум и недавнее апрельское заседание Госсовета. Оба они были посвящены поддержке малого и среднего бизнеса. Какие инициативы удалось продвинуть Тюменской области на государственный уровень? Ну, действительно, наш инвестиционный форум, эту площадку мы используем для того, чтобы продвигать инициативы, которые затем будут поддержаны на федеральном уровне. Поэтому главным спикером на этом форуме является председатель Государственной Думы Сергей Евгеньевич Нарышкин. Значит, инициативы, которые мы озвучили, причем они были на этой площадке озвучены уже не в первый раз, от Тюменской области, это касается и моратория на все изменения в налоговом законодательстве для малого и среднего бизнеса, это касается также моратория по проведению проверок, это установление так называемого стандарта по проведению проверок, то есть предприниматель должен понимать, что к нему придут и что должны у него проверять, потому что когда приходит проверяющая структура и начинает проверять все от сих до сих, ну, как бы это ставит его в такое достаточно непонятное положение, потому что предприниматель вообще не понимает, что имеет данная структура проверять право, а что не имеет. Хотя, конечно, если это приходит Роспотребнадзор, то они проверяют только, скажем так, те мероприятия, которые относятся к их деятельности, но при этом не прописано в этой деятельности, там же тоже очень много вопросов, и должен на них предприниматель сегодня отвечать и представлять первичную документацию или не должен. Поэтому вот такие некие стандарты, о которых мы неоднократно говорили, мы, в общем-то, предлагали это на разных площадках, эта идея прозвучала и на инвестиционном форуме, что было поддержано всеми участниками, я бы хотел сказать о том, что инвестиционный форум в этом году, наверное, был более представительный, чем в прошлом году. Естественно, знаковая фигура – это главный спикер, я уже сказал, Сергей Евгеньевич Нарышкин, но при этом всем, значит, в этом году присутствовали первые лица, которые представляют большие предпринимательские сообщества, и, в принципе, они вот эту идеологию с нами разделили. Плюс к тому прозвучала идея, значит, о том, что количество проверок должно быть минимизировано. Мы прекрасно с вами понимаем, что если сегодня есть контролирующие органы, то они должны находить себе работу, поэтому они, естественно, придут и будут проверять. Поэтому нужно все-таки ввести некую унификацию, и если мы сегодня считаем, что такие виды проверок не нужны, то не ограничивать этот орган, существующий реально, да, значит, что вы туда ходите, а туда не ходите, а просто этот орган, он должен перестать существовать. Тогда мы избавимся от этого вида проверок, все признают, что они не нужны, но при этом не принимается кардинального решения, то есть орган присутствует. А если люди присутствуют, они должны работать. Поэтому, хотим мы того или не хотим, они все равно на проверки выйдут. Поэтому вот здесь тоже должна быть некая унификация, и мы должны все-таки определиться, бизнесу-то тот сегодня должен ходить с проверками, и что они должны проверять. Ну и, конечно, тоже очень важный вопрос, чтобы эти проверки совпадали календарно. То есть, если мы хотим проверить, то, наверное, лучше, чтобы предпринимателю в какой-то определенный промежуток времени проверка зашла и проверили его по всем позициям. А не как у нас сегодня получается, что на протяжении 365 дней в году у предпринимателя постоянно кто-то находится. Но это ненормально, потому что, значит, человеку некогда бизнесом заниматься. Он только занимается тем, что подает первичные документы, дает пояснения, как мы говорим, показания и так далее, и так далее. Время на работу не остается. Поэтому здесь тоже надо наводить порядок, и вот эти новеллы, они прозвучали. Ну и не только прозвучали, можно сказать о том, что сегодня они уже нашли отражение в нормативных документах, потому что сегодня это в региональных полномочиях. То, что касается налога по упрощенной схеме, минимальную ставку в 5%, мы ее сохранили до 2019 года, то есть установили мораторий на 4 года. Вот такой мораторий, это впервые такое решение принято, потому что постоянно мы наших предпринимателей держим напряжение. Да, вот в этом году ставку 5% сохранили. На следующий год сохраним или нет? Вот впервые было принято такое решение, когда мы продлили это на 4 года. Это было высказано в послании президента Российской Федерации, и сегодня на законодательном уровне мы уже это закрепили. Но я считаю, что этого периода мало, сроки должны быть более глобальными. Я вообще всегда говорил о том, что эти сроки должны быть 15-20 лет. То есть если мы говорим сегодня о развитии бизнеса, то мы должны уметь рисковать. Да, в моменте мы можем что-то потерять, потому что есть определенный круг людей, в первую очередь это представители Министерства финансов, которые боятся, что мы потеряем в налогах. Но если мы реально сегодня говорим о развитии бизнеса, то мы должны играть в долгую. Поэтому такой мораторий, я считаю, надо накладывать не до 2019 года, ну а как минимум до 2029. Вот тогда мы можем говорить о неком стратегическом прорыве и об игре в долгую, потому что 4 года это тоже очень мало. Для развития реального сектора экономики, для реализации каких-то серьезных проектов это очень маленький срок. А это в полномочиях региона увеличить срок? Это в полномочиях региона, и мы, конечно, можем в рамках на сегодняшний день все эти моменты принять, но мы же понимаем о том, что было послание главы государства, документ политический, но тем не менее за этим политическим документом уже следует принять, скажем так, решений на федеральном уровне и на региональном уровне. Поэтому вот пока принято решение 2019 года, но как только появится, так сказать, лазейка и возможность этот мораторий увеличить, в Тюменской области это будет сделано сразу, потому что я считаю, что пришло время, когда мы от разговора должны перейти к делу. Мы очень много, у нас же очень много круглых столов, очень много разных площадок, очень много телепередач, вот в частности мы с вами сидим и рассуждаем о развитии малого и среднего бизнеса. Мне кажется, уже пора от разговора переходить к каким-то глобальным решениям, потому что люди созрели сегодня. В общем-то многие научились вести бизнес, есть уже люди, которые, ну, малое предприятие, которому он уже по 20-25 лет занимается. Давайте этим людям пропишем правила игры еще на 20 лет, когда он будет прекрасно знать, что этим бизнесом будет заниматься не только он, он будет заниматься его сын или дочь по понятным правилам с государством, чего мы боимся. Тогда появится некая уверенность в этих вещах. Мне кажется, мы к этому все созрели сегодня, а вот эта боязнь ухода от налогов и так далее, и так далее, мы немножко на другом этапе развития сейчас находимся, потому что информационные технологии, которые есть сегодня, ну, налоговые службы, которые есть сегодня у Центрального банка, есть такая серьезная структура, как финмониторинг, вот. Они видят сегодня каждый расчетный счет, они видят сегодня каждого налогоплательщика в системе. И отадминистрировать это гораздо проще, чем это было 5 лет назад, чего мы боимся. Вот мне кажется, что, ну, слава богу, вот первое решение принято, но на этом нельзя останавливаться, надо двигаться дальше. Ну и также из последнего, буквально накануне, депутаты областной думы в первом чтении приняли региональный закон об особых экономических зонах. Давайте поподробнее, что он дает Тюменской области. Значит, то, что касается особых экономических зон, ну, так же, чтобы было понятно телезрителям, значит, это территория. Приходя на эту территорию, инвестор получает полный пакет поддержки. В первую очередь, это, конечно же, инфраструктура, которая сегодня дорогостоящая. И мало того, что она дорогостоящая, подключение к этой инфраструктуре настолько забюрократизировано, что нужно серьезно поплатить, чтобы к ней подключиться, особенно если это новый проект. Ну и, конечно, на автомате, то есть здесь не надо будет уже дополнительно бегать, писать письма. Значит, в правительство Тюменской области, в департамент финансов, ходатайствовать о предоставлении налоговых льгот. Это все инвесторы получают на автомате. Это, опять же, упрощает документы оборот, беготню. И самое главное, на что мы должны направить наши усилия? На то, чтобы инвестор занимался проектом. Чтобы у него, его энергетика, силы, интеллектуальный, организационный ресурс были направлены не на то, чтобы решить какие-то вопросы административного плана, а он должен 24 часа в сутки заниматься тем, как сделать хороший проект. Хороший, полезный для региона, для себя лично. А все остальное мы должны взять на себя. Поэтому вот эти свободные, так называемые, экономические зоны, они как раз и помогут все это упростить и сделать, опять же, правила игры для инвестора понятными. Он пришел на эту территорию, он заявился, у него есть конкретный проект, и он сразу в комплексе получает весь набор налоговых льгот, субсидий возможных, то есть государственная поддержка, которая будет оказана, ну и, конечно, вопросы, связанные с инфраструктурой. Ну и, что немаловажно, это административное сопровождение его проекта. То есть мы вводим его везде за руку, помогаем преодолевать барьеры. Мы хоть и говорим, что административные барьеры у нас... Минимизированы. Да, становятся меньше, но, к сожалению, точка, с которой мы стартовали, для того, чтобы уменьшить высоту этих барьеров, она находилась слишком высоко, поэтому для того, чтобы по этим барьерам теперь вниз опускаться, нужно определенное время. Мы действительно двигаемся в этом вопросе, но сказать о том, что инвестор пришел, и административные барьеры все исчезли, и он без проблем решил все вопросы, но, наверное, мы еще далеки от этого. Но главная задача для региональных органов власти, для муниципальных, это все-таки коррупциогенный фактор. Потому что если инвестор приходит, и, как мы в таких случаях говорим, его в кабинетах начинают доить, ну, вот это главная тема, которая мешает развитию бизнеса. Поэтому вот эта тема, она должна быть исключена. Поэтому и в свободной экономической зоне, ну, и, конечно же, кто будет развивать инвестиционные проекты за ее пределами, это главная тема, с которой мы постоянно и системно боремся, наводим порядок и минимизируем вообще общение инвесторов с чиновниками. Потому что если присутствует человеческий фактор общения, соответственно, возникает проблема коррупциогенного фактора. Если этого общения нет, то есть я об этом тоже неоднократно телезрителям уже рассказывал, это когда электронное правительство, это одно окно, когда ты приходишь и публично сдаешь документы, публично получаешь, так сказать, ответы на все эти вещи, исчезает коррупциогенный фактор. Потому что именно он, это главный враг хорошего инвестиционного климата. И это задача и органов власти, это задача общества на сегодняшний день, правоохранительной системы, чтобы мы все больше и больше этот коррупциогенный фактор, как говорится, душили, давили, топтали, чтобы его у нас в Тюменской области не было. Ну и последний, наверное, вопрос. Владимир Владимирович, до главной даты этого года остаются буквально считанные дни. И с каким чувством вы лично встречаете 70-е годовщину Великой Победы? Ну, два, наверное, таких чувства. Во-первых, это огромное чувство гордости за нашу страну, за наших дедов и отцов, прадедов, которые действительно в невероятно тяжелейших условиях смогли это сделать и противостояли, в общем-то, такой достаточно хорошо организованной военной машине Германии на тот момент, что мы смогли мобилизоваться и создать мощнейшую экономику, причем сделали это очень быстро и качественно. И это вот как раз в наших, наверное, сегодняшних политических и экономических условиях очень хороший пример. И мы должны с наших дедов, прадедов, отцов брать этот пример и учиться, как в короткие сроки, если очень нужно, как мы можем мобилизоваться и достигнуть любых результатов. Потому что, когда сегодня идут вот эти разглагольствования на предмет того, что как нам тяжело, а как мы будем без технологий сегодня делать это, а как мы будем делать то, понимаете, изначально ставить себя в условия проигравших, вот, ну, по большому счету, конечно, это не война на сегодняшний день, и, конечно, это не те условия, которые были, но это вызов. Весь мир бросил нам вызов, давайте уж так, вещи называть своими именами. Если мы привыкли называть себя великой страной, великой нацией, которая готова, значит, совершать чудеса, ну, так давайте, как говорится, от слов перейдем к делу. Давайте будем меньше говорить о том, что мы великая нация, давайте будем доказывать делами. Давайте сегодня эти технологии создавать, давайте сегодня создавать конкурентоспособное производство, давайте сегодня создавать собственный агропром, вот, и что, в принципе, мы сегодня делаем. То есть побольше дела для нашей страны, побольше дела для нашего государства. Вот давайте возьмем пример с наших предков. Сегодня же встречаешься с нашими ветеранами. Это люди, но их напугать-то нечем. Их уже ничем в этой жизни не напугать, потому что вначале они войну прошли, потом вернулись победители. Это победители, которые освободили мир от фашизма. Они прошагали всю Европу, они возвращаются в страну и восстанавливают разрушенное войной хозяйство. А все, что касается быта, все, что касается условий работы, они попадают еще в более жесткие условия. И опять их это не пугает. Главное, чтобы не стреляли. Люди восстанавливают за короткий срок нашу страну, и мы становимся одной из ведущих индустриальных держав. Ну давайте у наших отцов и дедов-то поучимся этому. Ну не стыдно нам уже вот так себя вести, когда мы не владеем технологиями, когда мы перестали все производить. Мы сели на эту газовую и нефтяную иглу. Вот уже стыдно должно быть друг перед другом, и стыдно должно быть как раз вот перед нашими ветеранами. Я хочу просто возвратиться. Тут как раз серия встреч идет, вручение медалей. И когда общаешься с этими людьми, это люди, от которых постоянно идет оптимизм. Они всегда в любом движении, в любом событии, которое сегодня происходит, они видят только положительное. Им вот можно позавидовать. И когда приходишь в аудиторию и общаешься с молодыми людьми, которым до 30 лет, они старики в душе уже. Когда они говорят, ой, это не получится, у нас по блату все должности куплены, у нас там везде коррупция, никуда не пробиться. А что вы сами-то в этой жизни сделали? Чем вы на сегодняшний день доказали, что вы реально что-то в этой жизни можете? Вот каждый бы задал себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что вот 70-летие Великой Победы, мне кажется, сегодня это вот настолько важная вещь. И мне кажется, вот настолько мы должны этот момент использовать для того, чтобы в воспитательных целях для подрастающего поколения. Да, я думаю, что для моего поколения, которое сегодня как раз находится в том возрасте, когда мы создаем национальное богатство нашей страны, когда мы создаем будущее нашей страны, давайте вот посмотрим на все эти итоги и сделаем для себя выводы. Поэтому вот первое чувство, это, конечно, чувство гордости, которое меня переполняет. И, конечно, я уже об этом немножко сказал. И второе, конечно, это, ну, я просто преклоняюсь перед этими людьми, потому что столько, сколько перенесли они, сколько выпало на их долю, ну, это не выпало никогда, ну, наверное, трудно передать словами, это надо просто пережить. И когда мы говорим, мы представляем, как вам было тяжело, но ничего мы не представляем. Потому что то, что эти люди пережили, это может понять только человек, который это все пережил. И, конечно, вот чувство огромной благодарности, то, что эти люди сделали для нас, для всех, вот, наверное, это два важных чувства, с которыми я всегда встречаю. Спасибо вам за ответ, спасибо за ваше интервью, Владимир Владимирович. Это была программа «Главная тема». Владимир Якушев, спасибо за внимание, до свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова